давайте мы от этого теперь отойдем а будем пользоваться той информации которую я ну вот изучил будем так говорить я часто повторяю что как нумеролог или как психолог а психология занимались счетом со школы то есть это почти 50 лет не то что там я психолог там имею лицензию мне это сто лет не надо как и быть астрологом как и быть нумерологом повесить вот на стену диплом зачем то чем я занимаюсь то что я изучаю помогает мне в той миссии которую я для себя знаю мне повезло я имел возможность во первых побывать там где мне это объяснили во вторых я перестал сопротивляться этому ну если люди которые знают лучше зачем же мне куда-то лезть то есть каким бы я не был хорошим нумерологом или астрологом всегда есть люди лучше поэтому я с ними беседую и поэтому я пользуюсь ими с их советами и выношу на суд ваш дорогие друзья вот нашу беседу и вот сейчас не хотелось бы ну так сказать во втором сегменте во второй части этого этой беседы поговорить о планетах и цифрах ну смотрите сегодня у нас начнем сегодняшнего дня сегодня воскресенье давайте быстренько пробежимся по этим дням недели воскресенье сандэй какой цвет воскресенье спрашивают какой цвет что носить в этот в этот день сандэй что такое сандэй солнце солнечный день какого цвета солнце вот такого цвета нам надо иметь предметы скажем так туалета снизу сверху не важно ну надо иметь элементы эти это энергия дня имеет это отношение к нам конкретно которые родились абсолютно в другой день нет не имеет но в этот день можно носить эту одежду бесплатный совет бутикам владельцам магазинов устраивайте сейлы в этот день приглашайте людей которые рассказывают об этом кто об этом знает никто об этом не знает условно говоря из отдельные личности об этом знают но это интересно бизнес сделаете воскресенье солнце цвета солнца ну во первых цвета понятно желтый оранжевый это может быть какой-то как может даже красноватого но солнечный цвет это во первых цифра соответствие этому это единица это единица да вот заметьте первый рабочий день недели на востоке какой воскресенье есть соответствие есть то есть физической нумерологии воскресенье это единица люди которые родились 1 числа 10 19 и 28 числа это те люди которые находятся под влиянием солнца это солнечные люди они обладают качествами солнца а это цари то есть вот кто такой царь царь это руководитель царства и человек в подчинении которого находится вот это царство он отвечает он опекает людей и он несет за них ответственность что он должен обладать этими качествами руководителя компании сегодня в бизнесе это царь этой компании у него у царя у каждого есть свита это вопрос другой это другие планеты все вот тот сверху супрем он следит за порядком точнее не он следит за порядком он дает распоряжение своей гвардии своим полу богам мы сейчас перейдем к этому следить за порядком поэтому если кто-то друзья если кто-то совершил что-то ничего не останется ничего не проходит мимо все известно каждый из нас песчинка она где-то зафиксировано поэтому еще раз кто-то за этим следит то есть мы все под колпаком короче говоря вот так вот руководитель компании чего делать надо ему качества у него нету солнечных он не может ничего сделать компания идет под откос вылетает из бизнеса один из вариантов мантру произносите солнцу в определенном направлении с определенными словами носите камни какие рубины серьезная камень вторник что такое вторник какой цвет то есть понедельник какой цвет понедельника monday monday это луна правильно луна какого цвета луна мы все знаем вот такой цвет и носите то есть в вашем гардеробе должны присутствовать эти цвета ну хотелось бы энергии этого дня какие какой камень жемчуг белый камень серебристый камень лунный камень носите лунный камень еще есть некоторые камни которые тоже можно носить но сейчас это не тема этого разговора среда меркурий цвет зеленый камень камень это бериловые это изумруд четверг юпитер цвет оранжевый юпитер на санскрите то гуру да это те люди которые родились поскольку это пятерка я не сказал цвет понедельник число понедельника двойка это луна число среды тройка то есть люди которые пятерка люди которые родились 5 14 23 числа еще раз повторю зеленый цвет изумруд люди которые родились 3 12 21 и 30 числа это гуру это учителя цвета оранжевый цвет юпитера камень сафир желтый сафир пятница венера красота спасет мир камень бриллиант и цвет венеры ну самый что ни на есть красивый нету какого-то определенного это набор цветов которые создают гармонию это люди которые разбираются в красоте в музыке и в искусстве и так далее суббота день тяжелый выходной в субботу работать нельзя отмечать нельзя не рекомендуется нельзя нет такого слова действительно прошу прощения не рекомендуется потому что потому руководитель этого всего сатурн очень тяжелая планета и шутки плохи с сатурном целое это много бедических притчей есть истории связаны в том числе с генешем и не рекомендуется еще раз повторяю работать ходить в рестораны тем более употреблять алкоголь именно конкретно в субботу ну воскресенье сегодня это может сказали да синий сафир синий сафир это камень сатурна и это субботний то есть носите цвета синие черные темно-синие вот такие вот цвета пурпурные темные это по субботу вот такие цвета надо носить ну это кратко то что касается нумерологии касается дней недели будет вопрос дорогие друзья вы знаете как найти конкретно меня как найти оставить свои замечания программа записывается она будет выставлена в youtube facebook пожалуйста можно там можно на skype санкейтс 1 0 8 до юлия консультации спрашивают очень и очень редко не моя это скажем так дарма не мое это предназначение могу если уже очень люди хотят то я не отказываю но могу направить гораздо более серьезным людям поэтому я занимаюсь то чем я должен заниматься и не хочется нарушать свою карму вот поэтому желательно знать свое предназначение и то чем вам надо заниматься потому что если противоположном случае вы идете против природы рано или поздно опять же должно быть соответствие вот там видно все сверху и поэтому ну как бы опять же эта информация которая исходит как вы ее воспримите это уже делал такое окей поехали вопрос был такой раху и кету я как-то упоминал о том что я был в периоде очень серьезно с девяносто шестого года это был период здесь 18 лет и вот я вышел из подлияния планеты раху 2014 году то есть о чем идет речь но не буду там очень много описаний великолепно описывает мой добрый знакомый рами black который кстати будет выступать я с ним уже договорился в мае месяце у нас вы с ним программа он занятой человек несколько раз он выступал у меня в программах на живом радио в чикаго вот но он очень хорошо это описывает что такое раху что такое кету вкратце историю расскажу это ведическая притча они и рассказывал уже но давайте еще раз повторим это все дело на вершине дело было давно и вот на вершине одной самой высокой во вселенной горы которая называется меру но это мистическая гора мы ее не видим но вот как шамбалу кто-то был кто-то видел но в основном она нам не видна то есть то закрыта и мы ее не видим она находится в измененном пространстве и так далее другой реальности но она существует и вот на вершине этой горы собрались полубоги и звали деваты и во главе с самым главным вишну и вот они говорят вишну ну мы тоже стареем мы тоже болеем правда срок другой и болезни другие но опять же все равно мы бессмертный как стать мы смертны как стать бессмертными говорит ребят не станете для этого надо ох как поработать но они говорят а что делать надо он говорит на во первых надо пахтать пахтать причинный океан ну причины океан те кто знаком с это не знает о чем идет речь на волнах причинного океана лежал вишну змей из пупа у него там стебель лотоса на лотоса появился брама вот первое создание первой материальной вселенной вот первый человек во вселенной и вот он управляет пока что нашей вселенной и так далее короче говоря надо пахтать вот этот причинный океан примерно как начинает взбивать масло из молока мутовкой ну и для мутовки можно использовать дерево вот эту вот меру ну там действительно была гора все очень серьезное и вот что решили сделать но говорит вы не справитесь вам надо пригласить асуров асуров это демоны то есть ну вот мы все хорошие а вот там где то есть плохие вот они делают все противоположное но они очень и очень серьезные мистические если дева ты они духовные существа то есть мы то в принципе души но там где то вот есть вот эти вот вот под землей есть эти пришельцы там нло вот они оттуда там вылетают скажем и они все материальные существа и все чего им надо могущество завоевание мира но они бывают очень серьезными качествами они практически тоже бессмертны и почему потому что они соблюдают очень серьезные законы посты и и за это дается вознаграждение в виде вот их качеств серьезных ну и короче вам надо временно они постоянно бороздуют демоны и вот полубоги постоянно бороздуют но вам надо временно с ними заключить перемирие на предмет достать из скажем из со дна этого причинного океана то что называется эликсир бессмертия или амрита называется вот ну сказано сделано заключили перемирие и стали они пахтать от причины океана то есть они взяли эту гору меру использовали как мутовку взяли змея вот в асуке есть такой змей мистический причем просто невероятных размеров измерить невозможно кстати эта гора меру она возвышается на высоту 11 тысяч йоджин йоджин это мера измерения физическая 1 йоджин примерно 13 целых 8 десятых примерно 13 845 по моему километров значит перемножьте на 11 тысяч 13 вот вы увидите на какую высоту это меру значит высота эта мера горы и вот они взяли эту меру взяли этого в асуке этого змея кто-то демоны значит запасть его а эти девоты то есть полубоги они за хвост и и начали крутить это все вот но надо же держать на чем-то это все тогда вишну превратился в черепаху на дне этого океана и вот все это стоит на дне океана и идет вот пахтание этого океана страшные там дикие какие-то звуки там все падает все рушится все вся вселенная содрогается короче говоря ну и вот наконец начали появляться уже подниматься со дна то что должно было и вот первым делом появилась лакшми вот лакшми появилась и она стала ну вот после этого она стала вечной спутницей богиния благосостояния вишну а потом стали появляться белый конь там стал белый слон появляться дерево которое там цветы и все вот это вот последним появился хан вантари хан вантари это врач это полубог аватар который дал человеку такое вот скажем название это человечество название айурвена вот и у него в руках был сосуд с этой амритой и как только все уже ринулись к этому сосуду наконец уже вот испить этот напиток бессмертия вдруг повалил дым пламя и со дна появилось чудовище совершенно невообразимое чудовище и она говорит я яд который сожжет весь мир весь мир содрогнулся и вот вот уже все давно было погибнуть как тот появился шива ну мы знаем да что есть вишну шива брама и вот вот эти три скажем так личности они каждый занимает своим делом они отвечают за мир за сотворение за развитие за уничтожение мира и вот появился шива и выпил яд то есть это было море этого яда но поскольку то есть одна капля это смертельная для любого человека но шива не просто человек это бог ну и у нее только посиняла шею поэтому шиву называет синяя шея в каких-то описаниях вот ну и короче говоря асуры демоны первыми схватили этот сосуд начали спорить кому первому пить и тогда вишну обратился в девушку необыкновенной красоты все обомлели и забыли про все на свете даже про амриту лишние доказательств того что красота это великая вещь женская процента но тут есть обратная сторона медали женщина создана нам на о чем идет речь а речь идет вот о чем один из асуров решил да вот когда появилась это вишну в этой в образе этой девушки то все замерли стали на нее смотреть восхищение она говорит ребят чего вы ссоритесь я сама знаю кому дать вам то будет первое пить дайте мне эту амриту я вам сейчас буду наливать короче говоря и дали амриту и в тот же момент она так сказать исчезла и к этим полубогом пошла и вот уже не начали пить а те просто стоят в столбняке эти асуры ничего не понимает но самый хитрый из этих асуров был демон он тоже обратился в одного из деботов и затесался там в ихнюю команду они все сидят на лавочке и он туда тоже уселся в образе и подобие как говорится и когда дошла до него очередь он уже начал пить и в этот момент а он сидел между солнцем и луной и вот солнце и луна его узнали и и они говорят вишну это же демон тот схватил свою досударшину эту самую там ну диск короче говоря и метнул этот диск и снес ему голову но капля этого напитка бессмертия уже попала ему в горло и в этот момент он был разрублен на две части голова это раху туловище это кету теперь называется поэтому у нас есть семь планет всех 7 видимых планет повторяю восточной астрологии и это семь дней недели и это семь камней на самом деле и это семь цветов и это цвета радуги это семь чакр это семь это священное число но есть еще две невидимые теперь планеты их называют теневыми планетами они не имеют ни массы они не имеют ни веса это северный и южный узел луны с юга на север пересечения эклиптики это раху ну а наоборот северный юг это кету и вот когда они так сказать сближается солнцем и луной причем этот раху постоянно хочет солнце это скотина ты же меня предал он хочет его проглотить и это обычно моменты солнечных лунных затмений происходит вот когда все сближается но в частности луна правильно и и вот вот такие лунные солнечные затмения ну отвлекаясь немножечко от этой скажем так тех времен давних переходя в наше время у нас февраль месяц на носу можно сказать лунное затмение и имейте ввиду опасно смотреть туда наверх во время затмения потому что там вот эти вот демоны находятся вы можете получить их качество то такие раху и кету вот еще раз говорю я сам лично то есть каждый человек имеет какие-то периоды под периоды вот эти периоды это и есть у него что-то получается что-то не получается это раху это накопление информации это знание это интуиция в хорошем аспекте в хороших качествах этого там нет материального аспекта если кто-то хочет в течение этого времени зарабатывать там какие-то там заниматься бизнесом будьте осторожны это опасно я не буду сейчас сделать астрологию скажем даже нумерологию вам надо было бы кто хотел бы узнать об этом обратиться к специалистам и и они вам расскажут об этом а дело в том что как они помещаются среди планет то есть цифра раху это четверка четверка значит это те люди которые родились четвертого тринадцатого двадцать второго и тридцать первого это раху имейте ввиду друзья двадцать второе число двадцать второе число в нумерологии есть два мастер числа одиннадцать двадцать два вот двадцать два это скажем так двойная копия одиннадцати то есть еще сильнее еще мощнее качество все было бы здорово и замечательно если бы двадцать два две двойки в сумме не давали четверку а вот четверка это раху и вот тут существует очень и очень серьезная опасность это иллюзии человек может находиться полностью во власти иллюзий он считает что он видит все он знает все но это иллюзия может это может быть иллюзия это демонические наклонности в низшем проявлении очень серьезный качество раху это человек который могут злоупотреблять наркотиками алкоголем это музыка которая бьет по ушам тяжелый рок метал хэви метал это ночные бдения это гулянки по ночам тогда когда человеке вся природа должен спать существуют законы времени Тарсунов об этом очень серьезно рассказывает кстати вот 22 числа родился Ленин но не будем говорить о Ленине кстати я писал нумерологию вы можете посмотреть в Сент-Гейтс радио.кан там блоги есть качества очень сильные но на службу чему на службу демонизму Гитлер обладал очень серьезными качествами из простого эфрейтора он стал чуть ли не бластелином мира он создал эсс он создал ну много чего он создал вы сами понимаете но для чего только для того чтобы получить господство над миром чем это закончилось мы все знаем там масса нюансов кстати во всем этом деле и масса многого непонятного в этом деле вот поэтому четверка кстати в Китае не является мягко говоря благоприятным числом четверка в Китае является абсолютно неблагоприятным числом четверка это ну с одной стороны это четыре ножки у стула у стола то есть но это человек идет натыкаясь на преграду все его что-то останавливает стена он ничего не понимает ничего не может сделать абсолютно ничего ничего и делать не надо кстати для этого надо иметь информацию о том где ты находишься в каком ты периоде находишься и не пышься и не пытаясь прорваться проломаешь стену ну повредишь голову мы же это знаем поэтому Александр Македонский кстати несмотря на то что он девятка да победитель воин завоеватель но для чего он это делал ему же надо было завоевывать это ради того чтобы завоевывать ему же надо было быть вот там наверху зачем это плохо это качество которое ну до какого-то предела во-первых алкоголизм 35 лет человек прожил несмотря на все его там победы завоевания и так далее 35 лет камень есть такой камень ну скажем я вот я имею информацию я не говорю надо следовать скажем мне и делать как я но я на себе это все проверял я знаю что это работает а что не работает для меня лично это не значит мы все разные но я взял эту информацию я поехал в Индию я пошел к астрологу я пошел к профессору аюрведы я провел там время я взял курс этот я воспользовался его советом значит поехал в каменный магазин ювелирный естественно где мне дали камень вот этот камень проверил специалист сказал не подойдет дали другой камень и вот этот камень он должен быть оправлен в серебро и носить его надо на среднем пальце на среднем пальце правой руки это те кто находятся под влиянием рапу это не обязательно те которые родились четвертого тринадцатого двадцать второго или тридцать первого числа они находятся перманентли находятся под влиянием рапу и имеют качество вот эти как мы их будем использовать ребята это наше дело вот поэтому информация исходящая информация входящая как мы ее будем интерпретировать вот в чем самое главное понимаете наступил момент когда я был в одной из поездок в Панаме, Коста-Рика и я это был 2014 год на самом деле июль по-моему месяц и вот или тринадцатый и вот я в каком-то довольно отдаленном месте в Коста-Рике по-моему короче говоря я забыл этот перст снял в душе забыл его что-то такое ну переживал как бы да это же камень для меня мне надо его носить в течение этого всего времени но потом я пришел к поводу все закончилось время выхода я стал выходить с подлияния поэтому и камень забылся так что это нормально вот короче говоря это то что относится к к Раху этот камень Гессонит он имеет другое еще название вторая планета опять же это все в субботу надо ну в определенное лицом на определенное направление почему субботу потому что Сатурн в субботу и Раху и Кету они читаются мантры по субботам на самом деле то есть этим можно так сказать ну нивелировать негативное влияние этой планеты на человека произнесение произнесение матры ношение определенных камней это можно носить не знаю на чакрах ну вот таким образом Кету это семерка очень очень интересная необычная планета опять же не буду вдаваться в детали очень хорошо описано у того же Рами Блэк камень кошачий глаз это семейство хризоберилов берилов это изумруд это достаточно недешевый будем говорить камень но он предотвращает предохраняет человека от каких-то энергетических ударов вот я забываю у меня есть этот камень который из Индии прибыл заказан был в Индии мне его привезли я его ношу это камень который отражает удары энергетические если это настоящий камень он действительно выглядит как кошачий глаз очень красивый камень еще раз повторяю не дешевый но тем не менее еще он нужен для многих ну кто находится под влиянием этой планеты во-первых это семерка повторяю седьмое седьмое шестнадцатое двадцать пятое число это не значит что они вот кетообразные кетанутые потому что есть раханутые а есть кетанутые нет это не так но элементы этого есть что интересно это очень и очень серьезная интуиция то есть это это KGB вот это разведка это FBI допустим CIA и так далее ну вот люди которые обладают качествами такими и это действительно так это действительно так предохраняться можно вот то что я сказал и цвета там и мантры можно сейчас не буду называть это произносить эту мантру то что я принесу это ничего не даст ее надо правильно произносить в определенном состоянии там ума и тела и по направлению вот но вот эти вот две планеты южный узел луны и северный узел луны и ракету раху это планеты которые такие ну вот можно сказать мистические ну и вот об этом идет речь дорогие друзья полагаю так что то эта часть этот сегмент моей программы тоже подошел к концу ну и вот и он он и так он